всем привет в этом видео буду моделировать вот такой вот крепеж скажем так в данном случае как я полагаю это видеокамера gopro ну крепеж стабилизатор а есть такая картинка есть на самом деле еще разные картинки которые здесь накидал собственно буду обращаться к ним периодически поглядывать смотреть под видео дам ссылку на источник всего этого как я понимаю это какой-то концепт крепежа такой вот камеры видно что это рендер нереальный объект но в целом такой достаточно интересный объект получается и собственно в процессе попробую рассмотреть некоторые его скажем так буду счетчик пить ну в таком свободном формате попробую все это как-то какие-то основные моменты изобразить возможно gopro я конечно рисовать не буду так чуть не с крепежом то кстати а вот через вот такую штучку идет но gopro наверное проще скачать и вот уже вставить ее в проект но посмотрим пока не знаем как все пойдет возможно так и сделаю но вначале выбрал вот эту картинку на мой взгляд она самая удачная в плане а здесь собственно присутствует все а все детали скажем так стабилизатора причем на здесь можно благодаря вот этим вот прямоугольником на самом деле это цилиндры благодаря им можно очень легко поймать ось вращения конкретно вот этого цилиндра 1 ну и соответственно найдя ось вращения мы получим скажем так округление вот этой части но соответственно получим ее а вот эту толщину то есть вот это значение здесь мы сможем поймать ладно приступим так ставил картинку через insert canvas выбрал картинку открыл ее выбрал поверхность каким-то образом расположил а как масштабирую и нажал окей далее правой клавиши мыши нажал далее правой клавиши мыши так далее правой клавиши мыши назвал короче далее правой кнопкой мышки я выбрал здесь calibrate и я погуглил что размер на 62 миллиметра а приблизительно данные видеокамеры ну вот получается 62 миллиметра ну так я получил свою картинку приблизительно как-то ее плюс-минус по центру разместил ну и собственно наверное с этим буду работать итак создам эскиз значит начну с прямоугольничков которые как я говорил накидаем вот на эти вот места так немножко попал но в принципе это неважно так сейчас подвинусь найду какой-нибудь очень удобное положение но с помощью привязки поймал здесь центральная точки так ctrl z horizontal vertical сюда на всякий случай в принципе да это должно уже хватить так значит возьмем прямоугольник а вот отсюда и значит просто его таким вот образом изображу и продлю его в этом направлении так что сделаю здесь из центра соответственно также получу все вот это безобразие ну и продлю вот сюда вниз так с помощью инструмента line сделаю вот этот элемент и вот этот так наверное параллельные должны быть все таким ножниц стрима обрежу а вот это лишнее безобразие так чем я тут еще нужно получается так с этими формами ребрами я буду уже работать потом дальнейшем надеюсь как это будет уже получаться так а тут ребро то есть меня так да она идет и соответственно эта фасочка соответствует всему вот этому вот изобразию так ладно немножко это подвину ну и в принципе так но и здесь то же самое тогда с привязкой к центру и даже с привязкой вот к этой вот точке так все это изображу на глазок так у меня есть линия есть она мне есть поэтому значит коинсидент это линия так вот к этой точке все она приклеилась хорошо так здесь единственное что так здесь ось вращения у меня есть а здесь вот этого на скругление у меня нет но у меня думаем какой из них я думаю а эти радиусы должны быть одинаковые тогда ну что ж поехали так перегружать наверное пока не буду буду двигаться постепенно перегружать так верну наш эскиз так вот эти части тоже револвом бахну хорошо так по ширине нормально надо проверить свою концепцион так и у меня этот вид правильный так так и перетащить можно ctrl c ctrl v нет здесь drag and drop не работают поэтому так вот эту картиночку доставлю на эту плоскость все так масштабируем нажимаю ok да и чего здесь у меня еще есть получается а очень не хочу гуглить размер этой камеры поэтому наверно я буду вот этим размером пользоваться так здесь у меня получается 22 и 3 миллиметра так и брейд отсюда до белой части глазок на 22.3 миллиметра получилось и соответственно теперь я можно могу сделать этот скетч ладно пусть будет так попробуем на часть сделать с историей чтобы проще было какие-то моменты редактировать модель вроде бы вроде бы на первый взгляд и такая сложная но обычно все это очень плохо заканчивается так я здесь видел значение 42 так 42 и 6 дам и не шкетч так так мне не нужны эти два значения нужен вот этот элемент 42 и 1 ну в принципе похоже да поэтому в принципе я думаю все правильно я подумал так единственное что сразу сделаем значит сплит баде и вот этого объекта вот этим вот эскизом окей да и с помощью мув а кстати-то кстати эй скетч контроль z ладно создам еще один здесь делайте скетч он создан позже так бах на проекцию вот этого и с помощью measure 38.426 да ну в минус 38.426 окей так лофт используем бах есть объект так с этим да принципе сплит баде на самом деле думали сюда тоже стоит сделать на хрен с тобой пусть так будет так пожалуй этот объект скорее всего мне не понадобится возможно возможно мне он не понадобится так так и что нужно сделать например set face какой-нибудь ну не хочешь тогда значит не хочешь а если press pull а почему а здесь где-то получается не по центру разрез а здесь где-то удивительно удивительно как так произошло так так очень странно так так а если экструд использовать ну конечно странная ошибка максимально странная я просто вообще не понял это что сделаю вот этой поверхности и нажму не баде окей и вот это про экструдируем соответственно сюда па 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 права па пам 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 возможно неправильное дело конечно а может даже неправильное дело может надо было сразу про экструдировать типа вот до сюда и например симметрично И сразу с операцией join отлично так клавиши f Бахнем сюда волшебных скругляшек, ну пусть будет 3 миллиметра, допустим. Так. Чампер сразу бахаем. И блин, ну вот какой-то косяк. Я понять не могу, почему они разные. А принц понятно, это все на глаз делалось. Это все делалось на глаз. Ну конечно, правильно. Поэтому отключу всю эту ерунду и сделаю, так, только split face. И прям вот эта центральная поверхность, сделаю бах. И вот здесь уже револв. Отключу все эти эскизы. Так. И сделаю join. О. Вот, вот, вот. Визуально вроде все. Должно быть. Вроде бы. Так. Теперь чампер должен сработаться. Да. Он теперь берет. Ну вот здесь теперь не хочет срабатывать. А что же здесь такое? Так. Ну ладно, попробуем. Если чампер не сработает, значит какой-то косяк выскочил. Так, срабатывает. Да. Два с половиной. Пусть будет два с половиной. В принципе, сюда он разместился. Так. Вот этот вырез я сделаю попозже. Что тут у меня есть еще? Так. Есть вот этот элемент. И к нему надо применить чампер. Только здесь, как мы видим, он не эквивалентный. Нам нужно сделать two distances. Ага, вот вторая стрелочка моя. Да, неудобно, когда ты на виде вот этом. Тебе нужно чуть-чуть поиграть. Но... Ай, как все. Плохо. Незаметно. Так. Будем цифрами. 3,2. Так. Получается, надо поднимать. 3,4. Ну пусть будет 3,4. Ладно. Так. Смотрим, что здесь. Здесь идет такая плавная подрезка. И вот так. Здесь еще и фасочка идет. Какая-то красивая. Наверное. Наверное. Так. Качество фото. Так. Какой элемент я рассматриваю. То есть мне нужна батареечка. Вот здесь. Да. Здесь получается пластиковая подрезка идет. Но положим, это будет потом. Здесь я не могу сделать полностью скругляшку. А из-за вот этого перехода. Так. А в общем. Ладно. 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 Так. Где-то там. Вот. Соответственно, он должен плавно у меня перетекать вот в этот элемент. Ладно. Попробуем. Наверное. Самое главное слово сегодня будет. Ладно. Ставишь F. Так. Скругляшечки получится. Нет. Да. Так, чтобы они легли аж вот до сюда. 8. Похоже, 8 сюда ложится. Хорошо. Итак. Что получается? Получается, что... Так. Если по глупости кинуть сюда. Нет. 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 Так. Ctrl Z. Соответственно, сделаем проекцию этой линии и сместим ее, как мы уже поняли, на минус 8 миллиметров. Так. Единственное, что... А. На проекцию. То есть на смещение. Поэтому. 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 Экстенд сработает? Нет. Да. Экстенд сработал. Почему-то разорвал связь между ними. Так. Теперь мне нужна проекция вот этой линии. Так. Projection. Так. Здесь стрим-то сработает. Здесь стрим не хочет срабатывать. А почему? Так. Ладно. Ctrl Z. Ctrl Z. П. Проекция. Так. Странно. Ладно. Замочка не появилась. Поэтому сделаем проекцию вот этих вот двух точек. Так. Line. Так. Тримчиком все это подрежу. Блин. Все. Очень странно сейчас идет. Так. Филет. Семерочка. Девятка пусть будет. Или даже десятка. Пусть будет 10 миллиметров. И нажму finish sketch. Так. Только активирую наши скетчи. Так. Пожалуй, первый стоит уже убрать. И попробую сделать split face. Вот так вот. Так. Наверное, стоит... Так. 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 Ладно. Можно, конечно, просто все это разрезать. Пополам. Отзеркалить. Но я, пожалуй, попробую сделать это. Вот таким образом. Так. Что бы мне тут еще помогло? То есть, вот здесь скругление. И вон там скругление. Причем с каким-то постоянным... Так. А я тут какое указал значение? 8, да? Так. Ну, проверим. То есть, значит... f здесь 8. Радиус 8, да? Получился. Здесь можно тоже 8 поставить, что ли? Так. Кстати, неплохо он сюда приклеился. Почему? Потому что мне нужна эта поверхность. Вот эта. А вот эта часть мне... А, Ctrl Z. Иду в Surfaces. И здесь вот delete. Там и все удалю. Так. Низ. А, пофиг. Да, культура моделирования. Это про меня. Так, это Face. Нет, он пока нужен. Чтобы... Так. Если снимем галку, поставим сюда. Восьмерку не хочет. В принципе, оно и правильно. Так. А этот элемент, он должен быть смещён. То есть, мне нужно посмотреть, как он снизу-то выглядит. А его снизу... А он всегда в одном базовом положении. То есть, там плоскость и скругление. Прямо уходит вниз. А, то есть, оно идёт прямо по вот этой траектории. Да, получается? Нет. Здесь, конечно, более хитрая форма. Так. Как же мне себя сделать-то? Здесь будет вниз. Возможно же, это будет всё в нескольких частях. Возможно, возможно. Так. Split Face пока что не сработал. Мне это не понравилось. Так. Опять низ слетел. Ладно. Так. М-м-м-м-м-м-м. Ну, остаётся сделать эскиз здесь. Так. Английскую. Блин. Блин. Восемь. Финиш. Финиш. Так. Так, так, так. Ну, допустим, здесь пусть будет. Славиша P. Прямоугольник. И скругление. Тут и тут по восьмёрке, допустим. Так. Причём восьмёрка аккурат не дотягивает немножко до той части. И... Да. Вот она. Десятка может тогда здесь. Так, а тут вообще всё плохо. Всё куда-то уползает вообще. Так. Зафиксить надо. Допустим. Угу. Десятка. Так, десятка тоже. Так, двенадцать. А вот двенадцать уже более-менее похуже. Так. А здесь-то... Вставлял-то? Нет. Вот она сбоку. И вот мой эскиз. Так. Скинём скетч. На поверхности сделаем эскиз по двум точкам. Какой здесь радиус? Примерно. Так. Клавиша D. Девять. Девятка, что ли? Ну да, похоже на правду. Так, поэтому в финиш скетч перейдём обратно в этот эскиз. Пусть будет девятка. Так. Блин. Та же самая проблема. Та же самая проблема. Так. Финиш скетч. Так. Отключу перегруженные картинки. И вот теперь сделаю так. Сплитфейс попробуем. Окей. И здесь. Сплитфейс. Окей. Так. А вот это всё теперь надо убрать. Угу. Угу. Убрать, убрать. Но у меня здесь отсутствуют мои скругляшки. И это плохо. А здесь ещё. Так, ладно. Сошью. Так, оно сшито. Так. Тогда мне вот этот вот эскиз мешает, да? И он там. Ого, да? Ага. Так. Теперь мне нужно его переделать. Создам новый. Клавишу P. Проекция вот этой части. Пусть будет. И с помощью линии, пожалуй, сделаю всё это. Вот так. Клавишу P. Проекция этой части. Параллельно. Это проекция. Клавишу P. Вот это. Так. Подрезочком. Линию. Вверх. Скругляшку. Ну, пусть будет 10, что ли. Допустим. Finish Catch. И вот теперь сделаю Split Face. Вот эти две штуки. С помощью вот этого элемента. Так. С помощью Delete. Всё. Попробуем это убрать. И теперь момент истины. На самом деле. Насколько я помню, здесь прямолинейный участок. Так. Тут даже как Rail можно поставить вот эту штуку. А тут вот это. Так. Ну, давайте попробуем сшить всё это, конечно. Безобразие. Stitch. И посмотрим, как тут себя поведёт патчик наш. Так. Раздянем всё вот эту ерунду. Ну-ка. Посмотрим, как там что-то ляжет. На самом деле. Картинку. Так. И сделаю второй патч сюда. Например. Так. Например, G2. Я хочу видеть, чтобы было... А у меня, ну-ка, 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 ну-ка. Ну, пусть будет, ладно. И G4. Пусть будет G1. И... 5 и 6 получается. 5. 6. Четвёрка. Так. А всё G1. Всё G0. Ну, походу, это правильный вариант. Всё сделать через G0. Так, у меня Бадик. Давайте посмотрим. Ну, кстати, 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 неплохая зебра-то ещё и получилась. После подшивки всё здесь склеилось. Неплохо. Как мы ещё могли это сделать, на самом деле? Ну, да. Наверное, только так. Так. Remove. Так, всё-таки. Низ. Пусть будет. Так. В солиде, значит, chamfer обратно. Только здесь пусть будет equal. Думаю, сработает. Так. Троечка. Самый раз. Так. А здесь ещё у нас... Никакой... А, здесь скругление, скорее всего. Так, ладно. Единичка. Пусть будет единичка. Так. Так. Тут скругление. Здесь какие-то ребрышки. И мне их... Здесь их нет почему-то. Так. Ну, допустим. Соответственно, здесь достаточно сделать разрез тела. Вот по этой части, по этой. И будет красота. Ну, такая чисто визуальная. Ну, пожалуй, так только верну видимость первого нашего штуки. Так. Так. Скидь скетч. Хм, понятно. Финниш скетч. Так. Револф. Этот профиль. Пусть вращение. И выберем new body. Хорошо. Так. Теперь это сделаем moving copy. Кри копии. Поднимем. Повернем на минус 90. С помощью Align возьмем и бабахнем. Так. Через control. Выберу поверхность. Бабахну сюда. Нажму ok. Ладно. Пусть будет. Так. Ты кто здесь-то? Ладно. Хрен с тобой. Так. Что тут у нас еще? Так. По этой части у нас кругляшка, я так понимаю, где-то в один миллиметр. Но пусть будет. Так. Так. Лайш F. Так. Пожалуй, нужно отключить лишние эскизы. Так. Пожалуй, придется все это прокликивать. А. Field Chumper Concrete. Это с... Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Короче, где-то какой-то ошибка непреодолимой силы. Допустим, взял 0,2. Так. А если побольше пятерку, например, он хочет здесь двойку. Двойку. А. Вот этот вот момент. Вот этот вот момент. Все. Как-то подкривил. NEM. Нем. Нем. А с этой стороны. И с этой стороны, да. Надеюсь, я повел-то. Так. Вот ребро раз. Включается. Отдельная, 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 отдельная проблема. Здесь тоже с расползанием. Или нет. Попробую уже места, фильтры делать, кстати, в GOMSoft. Возможно, все это там как раз работает. Так. Так сделаем. Да и, в принципе, вот так вот. Нижкетч. Так, сделаем сплитбадик с помощью... Ну, давайте сначала одного этого. Ну, а потом и вот этого эскиза. Так, эскизик надо отключить. Вот это все отключить. Лишнее эскиза отключить. И чего мы имеем сейчас? Так, что мы можем сделать? Мы можем, например, сделать инструмент пайп. И с помощью квадратной трубы. Допустим, в один миллиметр сделать здесь такой вот пайп. Даже не один, а... Секшн сайд сделаем 0,5. О, хорошо. С операцией кат. На самом деле, можно было сделать сплитфейс, но, в принципе, это абсолютно неважно. Так, и еще раз пайп выберу. 0,5. Ну, окей. Так, в данном случае пайп не захотел прокладываться по какой-то неведомой причине. Но я подозреваю по какой-то, наверное, нужно сделать именно, а не джонни, а так, джонни. NewBody. Так, и ты новое тело не хочешь создавать? Странно. Так, а если не до конца? Тоже не хочешь, да? Пайп. Чейнг-селекшн уберу. Так, через Ctrl единственное, что придется все это вот так вот убирать. И нажму, только не Cut, а NewBody. Нажму, окей. Пайп. Моринформ. Так, свипнот, крик, 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 крик. Говорит, что не может создать трубку. Ну, почему? А, возможно, он убирал. Да, скорее всего, так и было. Так, ну, сейчас проверим теорию. Он мог убрать ребро с одной, скажем, поверхности, с нижней. Ребро нижнего, нижнего тела и верхнего. Так, NewBody. Окей. То же самое, то же самое. Так, как с этим будем бороться? Так, а это все были неизбывшиеся мечты наши. Делетал фитчерс, на эдит, эдит, сделаем только NewBody. И нажмем, окей. И уберу этот пайп. И попробую сделать то же самое. Не хочет, да? Не хочет, да? Так, ладно. Это plane и long pass делаем. Кстати, закругление какое-то странное есть. В принципе, не странное. А, возможно, поэтому не хочет. Ну, это странно. Так, ладно, клавишу P. Проекцию. А, это все в точку. Так, прямоугольник с центра. Ну, придется, ладно, с этой проекцией делать тогда. Так, D05. Куда ты улетела? 0,5. 0,5. Так, finish catch. Надо сделать проекцию этого всего. Так, ладно. Свип-то получится. Не знаю даже. Cat. Свип не хочет. А, NewBody. Так, ну, таким образом, новое тело он создал. Мне это не нравится. Свип-свип-свип. Так, а что если тот самый случай, когда мы можем сделать вот так? Ну, будем делать полумерами. Так, combine этот с этим, cat, окей. Так, тело исчезло. Минус один лишний. Так, а тут с этим надо два объекта, чтобы было. Где вверх? Вот. Да, неправильно. Все. Так, получается, что там, 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 вот. Низ. Так. Нет. Низ это. Только keepTool. Окей. Так, низ. Убрали. Убрали. Cut keepTool. Убрали. Так, теперь с нижней части все нормально. Так. Combine. Ну, ладно. Cut keepTool. Окей. Cut keepTool. Окей. И cut keepTool. Окей. Так, единственное, что это теперь и move делать. Включать эскиз. Ну, и вот визуально такой вот разрез появился. Да и, в принципе, чтобы не наводить суету. Бедню-ка. Нет, все это в одно тело. Теперь сделаем сплитбадди. Окей. И зеркально отображаем данное тело. Вот в этом направлении с операцией join. Хорошо. Так. Чего мы добились по поводу нашего скругления? Да? Что мы можем сделать? Попробовать. Даже не знаю. Так. Чисто ради интереса. Подниму вот на минус один миллиметр. И нажиму окей. Сплитбадди. Подрежу все это. Окей. Так. Нижнюю часть отрублю. Помогает, но геометрию тоже уберу. Так. Клавиша F. Чейник стоит. Это не убирается. Почему-то кривая-то висит в воздухе. Какой-то баг фьюжен. Так. Один. Да, не может. Или не хочет. В любом случае, есть способ. Способов всегда несколько. Что-то я не то сделал. Так. Нет, он все равно по частям их убивает. Ладно. Так. Если через Ctrl, он не даст это выбирать. Танцом. Вот. А тут иконка-то есть. Чтобы ее отвязать. Что-то не очень хорошее происходит, конечно. Почему она двоится? Первый плейн беру. Клавиша F. Ок. Клавиша F. Ок. Так. Ну ладно. Пусть будет минус 1. И нажму окей. Минус 1. Так. Ну надеюсь, они будут будут соприкасаться. Так. Finish Sketch. Значит, Split Face. Выберем данные Face. Выберем. Да. Ладно. Придется экспериментировать. Сделаем так. Штуку. Так. Да. Здесь разрыв. Поэтому прямо вот в жизни необходимо все это сшить. Split Face. Вот эти два Face. Выберу. Попробую засплитить с помощью этой штуки. Так. Она, в принципе, не нужна. И мы, в принципе, находимся... Так. Ладно. Я уберу. Удалим. 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 Баги летают. Так. По сути, осталось удалить только вот эту странную штуку. Так. А если Unstitch? Ок. Вот тут три элемента. Через Delete они не улетают. Но можно сделать Remove. Так. Низ остался там. Угу. Можно попробовать сделать Loft отсюда до сюда с настройкой, например, G1. Так. Three edges или Align edges. Посмотрим. Align edges. Align to surface. Попробуем с этой настройкой сделать Loft. G1, G1. Align to surface. Align to surface. Так. И то же самое здесь. Только с Rail. Так. А вот первый пробел пошел. Так. Ну, в принципе, можно здесь попробовать. Так. Сюда-сюда. G1, G1. Align to surface. Align to surface. Так. Правильно ли это? Align edges. Так. Если это Three edges. Так. Здесь, в принципе, правильно. А вот тут уже настройка у меня не очень. Ну, пусть будет, в принципе, Align edges или Align surface. Нет, Align edges лучше. Да. Будет получше. Переход. что-то не так с тобой. Что с Rail? Ага. Ладно, зеркально отображим фейсы, которые вот этот. зеркально отобразим. Вот так. Окей. Так. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Надо все сшить. Так, с патчем сработает, но надеюсь, что он уже один сделал. Плохо. Поэтому Loft. G1, G1. Почему же ты говоришь, что... Ага. Так, это через control и сюда. Так. И выберу Rail. Почему Miss? Почему Miss? Почему с Vip? Я бы не смог это все сделать. Ну, вот так вот это все. И вот здесь, конечно, под прямым углом бы, но оно не может быть, потому что здесь оно по-другому разбито. Ладно, патч попробуем. С настроечкой G0. Но оно такое все никакое. плохая затея была с этими скруглениями, конечно. Так, пожалуй, хожусь от этой дурацкой затеи. патч патч значит все. Здесь уже можно отказаться от всего этого. Финиш кетч отключу. Так, по-моему, здесь у меня было два тела, которые я разбил. Пусть будет все-таки одно. В стороннем софте попробую все это вкладить. Так, положим низ есть. Что там у нас дальше? поехали. значит, делаем эскейс, еще один прямоугольник. И вот так вот сделаем. Так, я вам два миллиметра. Так, еще один сделаем. полторашку, что ли? Сам раз. Так, что нам остается сделать? Финиш так, делаем сплит фейс. и сделаю сплит бадди. Вот так. Так, а что он там еще показывал? Здесь, собственно, кроме выреза, на самом деле, да, еще вот такой вырез должен быть. Еще вот такой вырез. то есть я сделаю made sketch и получается, что чисто курат из центра вот этого так, получится ли мне сделать проекцию вот этого элемента. Так, point так, instance здесь 4, 6, 4, 9, 4, точка 6, 4, 9, и скетч. Так, и сделаю сплит пади вот этой части. Так, что делаем тут? Получается, убираю клавишу P, выберу данную поверхность, допустим, ну да, вот, у следствия. очень странно, допустим, минус 2 миллиметра, пусть будет здесь, да, получается, надо все это пополам теперь тяпать. беру, и все, не все, вот так, 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 сплит mirror, окей, пинш скетч, сплит фейс, выберем фейсики, и выберем так, вот этот элемент. что там у нас получается здесь, вот, вырез, так, сверху все боли черные, а снизу нет, вот сюда можно накинуть небольшие фасочки, как я полагаю, так, это мы спрятали, нашли фаску, так, это получается, а, потому что нет скругления, фаска автоматически сюда не приклеивается, например, 0.2 пусть будет, нет, 0.3, и допустим, сюда, 0.3, а только покоричился я фасками, пасками, ну, вот, с этим элементом надо, так, отключить вот это все, допустим, минус 8, пусть будет new body, окей, так, все, я уже подрезал, это все, и вот это, с помощью press pool, я загоню сюда, окей, здесь вот такой формы, плюс-минус батарейка должна, в принципе, быть, отдела комбайн, так, комбайн, комбайн, почему-то здесь где-то батарейка отдельно, чуть-чуть, вытащенная, вот, здесь прям прямоугольная часть выступает, но в целом, я думаю, это не очень, как бы, важно, потому что здесь это концепт, и, как я полагаю, вот эта часть, она идет дальше вот этой поверхности, да, как она сюда вставляется, я, честно говоря, не очень понимаю, то есть, получается, что, а, вот эта часть, она в корпусе все-таки, она подрезана, но черненькая часть вот в этом корпусе, а вот эта, она, как бы, сюда так встает, и так, но я сверху не вижу никаких замков, поэтому, да, поэтому все это какое-то, такое, концептуальное, и, ну, просто как картинка, ну, картинка такая уже, в принципе, продающая, так, ну, получается, что все правильно было, так, допустим, здесь, допустим, минус 0,2, пусть будет вырез, потом его, если что, достаточно легко будет поднять, так, минус 0,2, окей, так, подрезочки, подрезочки, тут, в принципе, тоже просится какие-то фаски, как я полагаю, да, или нет, ну, да, так, 0,1, так, ну, ладно, здесь они соприкасаются, вроде как, вроде как, вроде как, 0,1, 0,1, пусть будет тут вырез, положим, а вот эти элементы мне можно склеить, да, и вот это, так, на 0,3, 0,3, так, почему дело new body, да, потому, чтобы через join потом все это, не склеить, ладно, все это чисто будет визуально, это можно уже будет раскрасить, сюда опять-таки, можно будет кинуть какой-нибудь файп, там небольшой, ну, да, эти операции, они как бы немножко не очень, всему этому помогают, так, скис, на поверхности, клавиши пояс делаем, вот этот элемент, эту линию, и с привязкой к центру отрисуем вот такую штуку, и в принципе, можем уже ее револвить, сделаем, наверное, не 360, а, да, например, 180, прибудет new body, и вот сделаем муфт, тогда всего это, на минус 90, например, так, 2 миллиметра здесь получается фаска, и скорее всего, 2, 2, похоже на здесь, так, а что тут такое имеется, у нас еще дополнительные, не очень понимаю, а, здесь получается чисто плоская часть, и вот эти две цилиндрические, ну, в принципе, понятно все, тут фаска, это, они никак не связаны, здесь нужно просто банальным, а, здесь это, да, это надо будет немножко осмыслить, а, ну, в принципе, все правильно, да, все правильно, так, поверну этот эскиз, подредактирую его, и дополнительно, так как это уже ни к чему не привязано, так, просто отрисую вот это вот, безобразие, найду здесь центр, вот так, а потом, из этого центра, вот сюда, приклею все это, и с помощью револв, 180 градусов, move, не очень все это здесь реализовано, удобно, так, минус 90, окей, так, ну, в принципе, сколько там у нас было, чемпион, двоечка, что ли, но здесь, снизу похоже, тоже была двойка, так, вернемся к редактированию эскиза, и, скетч, так, единственное, что получается, что эту штуку мы продлеваем, даже с треугольником, можно, вот направление сюда, так, отсюда, вот, вот эта, а, это подрезка будет, то есть, вот отсюда, да, это уже будет подрезочка наша, в принципе, по-фиг, как-то так можно расположить, подрежем лишнее, еще один line, как-то произвольно сделаем, параллельность между ними, так, вот этот элемент я беру, в принципе, похоже, безобразие надо, нет, что убрать, horizontal vertical, правильно, здесь-то все нет, я не очень понимаю, план, допустим, пусть будет все правильно, так, вот эти два элемента, поймать, пусть будет десяточка, десяточка, так, тут касательность, тоже зависимость, так, отрезка, ну, и здесь, пожалуй, 4, 6, пусть будет 6, миллиметров, и нежскетч, так, а если здесь получится ли лофт, здесь на самом деле, отсюда, вот этот эскиз, например, вот по этому рейлу, плюс, не захотел, да, ты вообще касаешься, это точно должен, точно должен соприкасаться, так, еще раз, уберу, finish sketch, а, ой, а как это получилось, а, нет, нельзя убирать, finish sketch, ну, тогда сделаем, sweep, вот этой траектории, и это, это не очень правильно, хотя нормально, нормально, по вот этой траектории, так, все-таки, я бы хотел лофт получить, все это неправильно, неправильно, потому что должна быть подрезка, ну, 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 тогда ничего не остается, add sketch, допустим, вот так, ну, а здесь, допустим, вот так, finish sketch, ну, и теперь, прям вот, больше, name, create sketch, а, тут чайфера нет, но я помню, что у меня был 2 миллиметра, поэтому, и игрушечком, тут игрушечком, и, с помощью line of finish sketch, и вот, теперь, вот этим вот инструментом, все это подкручиваю, все-таки, и, или, здесь, через control выбрали, и удалили, так, единственное, что, это все не очень хорошо, потому что оно было, допустим, применю здесь, вот этот, extrude, выберу вот эти фейсики, нажму, delete, о, тут оно, достроилось, достроилось, но, так, это скругли, а что мне мешает, просто его, на самом деле, у меня же плоскости есть теперь, я же все экстрадировал, так, и дится, что теперь мне нужно, вот, опять-таки, подредактировать, и скучь, delete, так, симметрично, и пусть будет new body, так, проблема образовалась, а, кстати, можно, если что, чамфер, туда-сюда поставить, двоечку, и, возможно, проблема решится, на, похожем, двоечку, так, ну, тут они совпадать не будут, мне это не нравится, так, ничего, то я не хочу понимать, там уже не есть, если кабинет сквилютированными, да, 2%, цель ничего не используют, что у него нет, клей, то его несп겁 lies, да, depende усные люб images, какие мне получаются, то это сильно cards, так, да, да, это когда мы, Чего у меня остается тогда? Ну по сути тогда остается только момент. Я делаю дискетч, треугольник по трем точкам, строю вот такую часть, финиш кетч. Экструдирую ее до сюда. Асимметрично жму ОК. И теперь опять сюда продлеваем. На самом деле метод вообще просто. Мне нравится, он супер костыльный. Я вообще не понимаю, как я до этого дошел до такой жизни. Но я очень надеюсь, что в принципе сейчас все получится. Так, тут подрезочка произошла. Так, а здесь не очень хорошо. Все правильно. Так. Продолжение следует. Кстати, интересный момент. Они оказываются не одинаковые. Вот так. По десятке, чтобы было. Восьмерка. Так, а здесь... Восьмерка. Потому что это подрезка уже в разъемной части. Так. Нам-нам-нам-нам-нам. Что мне сделать? В Surface перехожу. Через Delete уничтожу. Попробую это все изобразие. Ай-яй-яй. Тут прям... В принципе, в принципе, надо было, конечно, по-другому сделать. Через Extrude обычно вот это банально экструдировать. Так. Ладно. Хрен с ним с этой поверхностью. Ее исправить можно. Чуть-чуть там перестроить. Чуть-чуть переделать. В принципе, это... Такой себе момент. Так, ладно. На этом я видео, наверное, пойду закончу. Где-то... Ставлю все. Собственно, в таком виде. Потому что будет сравнение с Моей 3D. Посмотрим, скажем так, процесс моделирования данного устройства там. Попробуем сравнить. Ну и как-то проанализировать подходы именно к моделированию. А, так. На следующем видео, что там осталось будет. Нужно будет пострадать немножко вот с этим корпусом. Попробую подгрузить сюда готовую модельку с корпусом и гоупрошкой. Ну и, возможно, как-то придется моделировать вот это стандартное крепление. Вот это вот. Хотя, в принципе, здесь точно такой же объект до этого. То есть такой формы овальной. Экструдируем, фасочку делаем. И вот эти вот ушки. Поехали, поехали. Соответственно, вот это. Два эскиза. Режем сбоку. А потом режем снизу, на самом деле. И, возможно, на этом даже ограничится построение данной защелки. Возможно, но не точно. Кстати, это, скорее всего, сквозное отверстие. Поэтому, да. А, и вот такие вот еще направляшки здесь будут для... Чтобы они втыкались в направляющие. Так, ну да, вот они. По толщине. Переход. Ладно, на самом деле, с этими защелочками придется еще пострадать немножко. Посмотрим, как они будут моделироваться. Ну, так, ладно. Следующая часть, скорее всего, будет, возможно, неразрывная. Сразу следует за этим. Прошло некоторое время. Теперь я опять... Ладно. Так, это будет вторая часть. Ну, для вас она будет все той же первой. Но для меня это вторая часть, как бы, есть небольшой перерыв. Прошло достаточно значительное время. И вот у меня есть возможность продолжить моделирование данного стабилизатора. На Грабкаде я нашел вот такую вот модельку. В кейсе уже экшн-камеры. С этим работать намного проще. Я ее немножко отмасштабировал. Она была гораздо больше. Ну, скажем так, на 10% больше того, что здесь сейчас на картинке. В принципе, даже сейчас то, что можно видеть, оно немножко больше. То есть выбивается за пределы всего этого. Поэтому, наверное, придется немножко все это поднять, скажем. Вот по вот этой высоте. Так, нажиму ОК. И, наверное, продлю. Либо уменьшить все-таки масштабы данного изделия. Ладно. Я думаю, в принципе, эта моделька была так чисто сделана в художественных целях. Ну, а это, скорее всего, кейс больше отражает реальную суть данного изделия. То есть, ладно, посмотрим. Возможно, будет немножко отличаться качество звука. Вот, скажем так, того, что было до этого момента. Потому что это разные промежутки времени. Да и, в принципе... Так, посмотрим. Ладно. Здесь более-менее спозиционировал вроде как по центру. Так. Получилось? Нет. Ладно, посмотрим. Так. Создам здесь эскиз. Capture Position. Так. Ладно, продолжим. Так. Перейду в английскую раскладку. Клавиша по-английски. Так. Сделаю проекции. Не знаю. Хочу сделать проекции вот этих вот частей. Ну, чтобы ось получить, наверное. Так. Значит, перевязка из центра. Вертикально вверх. Так. Так. Чего мы там имеем? Tangle. Ну, скорее всего, ладно. Вот так где-то. Пу-пу-пу. Почему он там все так ведет? Ладно, по прямугольнику придется. Ставить. Так. Здесь так. С помощью снайпинга. Так. Связь здесь между ними. Да, проще, на самом деле. Соединим эти две точки. Так. Ладно. Line. Так. Здесь все-таки тело вращения будет, да? По этой оси. Угу. Ладно. Оставлю. Так. Прямоугольник отступает вверх. Причем... Причем... А, значит, это часть... Угу. Мне нужно, значит, зафиксировать ось вращения. Получается, это в барашка. Вот отсюда. Подключу одну камеру. Так. Посмотрим, как там она немножко реализована. Так. Угу. То есть, по вот этому вот радиусу. По диаметру. Вот. Так. Значит, ладно. Перейду, значит, сюда. Сделаю револв. Все-таки. А пусть будет... Пусть все-таки будет новое тело. Так. Верну свои эскизы. Так. Сплитбадди, наверное. Сделаю. Вот. Эту эскизу. Так. Этот элемент отключу. А вот эту часть, наверное, проэкструдирую. Хотя, cancel. Попробую нажать экструд. Вот этой частью. Так. До вершины и симметрично. Окей. Ладно. Так. Ладно, здесь визуально попробуем. Как-то совпало. Так. Просто не хочу делать дополнительный эскиз. Подниму все это где-то сюда. Так. Join. Это все слепилось. Так. Что у нас получается? Так. Этот размер, скорее всего, нужно запресс-пулить. А, где-то вот до сюда. Да? Окей. Так. Здесь сделать визуально вращение. Так. Покажусь. Профиль. Окей. Так. Ничего ниже. Ну, так будет проще сделать комбайн, наверное. Так, этот эскиз, возможно, мне больше не понадобится. Так. Что же тут все-таки вернусь, посмотрю на все это. Так. Что это из себя представляет? Так. Здесь все-таки подрезка была. До защелки. А здесь выступает. Выступает. Походу, вровень с этой крышкой. Да, это камера смотрит, накладка. И вот эта часть, похоже, тоже плюс-минус вровень, да? Ну, в принципе, так оно и есть. Да, на самом деле, проще сделать это все паской. Так. А смогу я понять, до кого оно, до какого сделано оно здесь? Так. Так. Правильно ли я это все на самом деле делаю? Так. Похоже, нет. А здесь должна быть фаска. Ну, да. Да, вот, кстати, она здесь. Вот это место. Окей. Так. Скваживание. Четверочку. Там тоже скругление пошли. Так. Скругление, скругление. И пошло скругление. Причем оно заканчивается... Так. Причем оно заканчивается... Так. Скругление, скругление. Где-то вот на вот этой еще крышке. Да. То есть... То есть... Что мне нужно сделать? Создать эскиз. И с помощью линий... Так. Сначала проекцию. Линия. А, вот тут все-таки подрежу как-то, да. Так. Или пресс-пулом все-таки. Получится ли? Да, получится. И тянем ее, получается, ну где-то вот до этой крышки. На самом деле, как я понимаю. Так операция кат. Ну ладно, отключим вот это. Окей. Вернем нашу гупроху. И, 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 и. Да. Она должна идти вот до вот этой вот получается линии. Будем делать крепежи. То есть вот это мне нужно запресс-пулить вот до вот этой поверхности. Окей. Ну, допустим, я ставлю здесь и ту же самую ось. А вот это, кстати, по-моему, не очень сейчас было. Оказалось. Ну что, плоскости нету. Да. Она как бы есть, но как бы ее там и нету. Ладно. Я просто говорю, что эта модель была не очень хорошо выровнена, как мне показалось. То есть я, по-моему, ее нагласно здесь установливал. Ну ладно. Потом, потом в этом месте все подровняем. А это что за нездоровая конетилька? А, ну правильно, правильно. То есть этот наш цилиндр, он на самом деле... Ну да, так стоит сделать. Moving Copy. Так, а я же хочу компонент подвигать, например. Так, если с компонента выйти... Ну, сейчас странно было, конечно. Хотя, наверное, нормально. Так, чуть-чуть вот так подниму. Окей. И тут есть инструмент Align. Так, значит, нам нужно камеру через Control относить на вот эту компоненту. Ай, все плохо. Батик. Блин, не люблю этот печь. Тоже нужно будет... Вот выравнивание очень криво работает. Оно либо между телами, либо компонентами работает. И вот это прям на самом деле очень сильно вымораживает. Так, сделаю компонент с этой штуки. И теперь, наверное, Align должен сработать. А мы берем этот компонент и... Вот этому. Ну, допустим, я выбираю компонент. Выбирай куда. Блин, какой ужас. Так. Control Z, ну-ка. Опять он только одну крышку двигает. Ну, ладно. Тогда, наверное, нужно сделать все-таки Rigid Group. Clip Position. И вот, наверное, теперь... Так. Очень надеюсь, что сейчас все сработает. Да. Теперь сработало. Клипнуть можно? Окей. Так. Align Align. Если не хочу делать Align. Так. Ты у нас компонент, поэтому тебе нужно сделать Ground. Виджет Group. Это 100-летняя работа с компонентами. Ну, пусть будет. Ладно. А, вот Ground. Все правильно. Придется сделать сборку. Так. Ну, допустим, я сбил Joint. Клипоинт этот и вот этот объект. Нет. Так. Motion Revolut. Так. Вот этот объект. И вот этот. Вот. Окей. Align. Попробуем этот выровнять. Ну, по вот этому. Окей. Вот теперь это похоже на правду. Все это выровнялось. И что мне интересно с этим делать? Ладно. Значит, создам эскиз. Опять Capture Position. Все перевернулось. Так. Зачем я это делал? Потому что мне нужна была вот эта окружность. Вот эта окружность. Так. Соответственно. Я здесь вытаскиваю клавиши P. Проект. Вот этого элемента. И отключу. Значит, нашу GoPro. Так. Ну, что я хотел. Мне нужно сделать подрезку. Значит, мне нужно вырезать. Черт. Запутался. Так. Ага. Здесь идет врезка. Туда, да? То есть, вот этот цилиндр полностью соответствует вот этому цилиндру. Как будто бы. И крепеж будет идти через переднюю часть. То есть, мне нужно будет сделать подрезку вот этому цилиндру всего. И сделать как будто бы окружность вот так вот. Так. Так, еще раз. Так. 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 Еще раз. Зачастую зачастую. Так. Вот этот, значит, мне объект. Так. А здесь все правильно. так а здесь у нас получается диаметр 15 здесь мы скругленье сбилит не убрать и не хочешь убираться ну ладно опять придется и скетч делать сделаю лишнюю подрезку так это мы удалили так клавиша F 15 7,5 ну ладно пусть придет вот так так здесь у нас какого-то все 42,5 да проекция так подрезал чеку сделали так единственное что здесь он достроит окружность или нет вообще очень хотелось бы на самом деле а вот это какое-то безобразие получилось так и здесь так теперь мне по ходу нужно сделать подрезку да по этой окружности еще раз вот так вот где-то наверно длинный клик так ну то есть он по окружности уходит туда да ну да до верху до крышки здесь вот где здесь Продолжение следует... 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 Давай до сюда и еще сделаем вот так, плюс 3. Ок. То есть на самом деле не плюс 3, а просто ничего не понимаю, почему какие-то он двигает, какие-то он не двигает поверхности. Вот до сюда будет, да? И будет отдельный пресс-пул вот этой поверхности еще на троечку. Ну, как будто бы это вот сместилось все сюда, да? Так, у меня здесь плоская поверхность. И мне нужно сделать вырез. Так, радиус 4,5. Так, ну пусть будет в сплитпаде. Ок. Ок. Так, ну здесь придется подрезать, конечно, все это на всякий случай. Так, здесь мы, получается, подрезали тело, да? И еще раз подрежем его, сделаем сплитбаде, вот это тело, с помощью вот этой поверхности. Вот так. Так, здесь нужно создать эскиз, клавишу P. Ладно, пусть будет прямоугольник из центра просто. И вот, типа побольше вот так сделаем. Finish Sketch. Подключу нашу GoPro. И все, значит, включу ее. Так, ну, 3.1 получается, да? Отключу вот это, включу эту, и будет окей. Так, delete, delete бы сработал корректно. Так, если с этой стороны выбрать, то он достраивает, да? Ну, в принципе, попробуем это побороть просто вот так. Так, у меня ждут еще несколько тел, да? Здесь тоже, по идее, должно быть 3.1, да? 3.3 и 3.1, да? Так, минус 3.3. New body, окей. И переместить на минус 3.1, да? Еще на минус 3.1. Правильно я делаю это или нет? Так. Так, кат киптул. Без галки. Ну, вроде бы больше стало походить на какую-то правдивость. Так. Что дальше-то будем делать? Так, ну, конкретно в моем этом случае у меня отличается корпус моей гоупрохи, поэтому... Так. Да. Вот так придется все это наклонить, похоже. Не очень хороший, конечно, пример. То и в попрохе он идет под большим углом. Ну, ладно, пусть будет так. Так, здесь, получается, у меня идет как будто бы отдельное тело. Здесь идет вырез, поэтому... Вот это, вот с этим у меня единое тело получается. А вот это вот с этим тоже единое, да? Окей. Допустим, я хочу сделать инструмент пайп. Вот по всей этой части. Только квадратный и, например, 0,6 мм. Окей. Будет вот такой вот вырез. Как будто бы... Только проблема в том, что... Он здесь покуцал немножко... Два объекта. Ну, правильно. Сделаем тогда 0,8. Новое тело. Комбайн. Это с этим. С операцией кат. Нажмем ОК. И вырез будет только по одному нашему телу. Так, что мы тут еще можем сделать дальше? Тут единственное, что, конечно, это все немножко... Правильно, но наполовину было. Правильно. То есть... Действительно комбайн, но вот это с этим нужно делать. Тогда будет... Да. Не очень все равно. То есть он идет вырез, пошел сюда. Да. То есть там, получается, тупо на самом деле не вырез. Как мне это казалось. Этот или этот. Вот этот. Во-первых, здесь какой-то артефакт. Китай, да. Ну, и здесь, походу, нужен просто... Оффсет. Минус 0,3. Пишет, что существующий филет не позволяет этого сделать. Так. Ну, да. Я, конечно, здесь все подрезал, но... Нужных частей еще, конечно, не хватает. Но они находятся вот здесь, в ответной части. Ну, значит, сделаем сплитбади вот этого. Так. По вот этой поверхности. Окей. Так. Комбайн. Сминджоин. Окей. Так. Только тут должна быть еще скругляшка на 7,5. Ну, где-то так. 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 Продолжение следует... 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 скажем так импровизировать клавиши F 1 06 ок пись будет клавиши F по-моему здесь она была вот так реализована и она туда прям вставлялась комбайн нужно убрать и так действительно скругляшки лучше делать потом минус допустим полтора пусть будет вот таким уже комбайном верно да здесь все равно не получается здесь стенка минус полтора минус два так а ну вырез то уже был получается сделан вот или нет или да или нет ничего страшного сделаем проще так этот профиль экструдируем досюда с операцией new body ок join 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 комбайн убрать галку вот так будет так теперь единственное что нужно заделить вот эту штуку о все уже получше стало то есть он прям вертикальный на то на самом деле утоплен прям туда чуть-чуть совсем просто капельку то есть в принципе можно этот фейс повернуть практически он был вертикальный подвинуть ок ну и тут можно можно какие-то скругляшечки делать например там два единичка ну тоже какая-то единичка пусть будет хотя нет если я хочу делать комбайны то это немножко рановато так так эскиз клавиша вот этот вот этот элементы мне скорее всего мне придется это еще вот таким образом экструдировать кстати где гупрошка нехорошо получается ладно пусть будет два миллиметра новое тело просто это все подвинем на минус 1,5 допустим так гупрошку отрубили вернули наш вкладыш волшебный так допустим мы здесь будет F1 все таки все таки ну типа вот это вот подобие нашего паза здесь получилось изобразить ну троечка пусть будет так здесь получается было все более-менее правильно на самом деле убрали вот эту детальку тоже мы ее делитим а с этим поступим по другому вот эта часть должна быть выше на минус 2 миллиметра подвину сюда окей комбайн позишн из этого вот это катки окей так тут у нас кругляшечка 3 миллиметра получается плюс-минус во больше похоже на правду то есть получается на виде сверху такая вот типа штука получается вот она туда уходит да и здесь вот так и при этом когда мы вытаскиваем нашу камеру у нас здесь вот такой пазик остается да который очень похож ну да типа но это концепт поэтому там ничего внутри нету причем здесь вот такой вот полукруг идет то есть там фасочка идет фасочка фасочка идет здесь хорошее так ну вот это что очень большой здесь здесь фаска моя и фич тройка 05 пусть будет окей ф пусть будет единичка окей придется 05 05 так 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 это 05 Так, но это больше похоже на правду. Так, коллизий вроде бы я не наблюдаю. Так, здесь все-таки пусть будет двоечку, 2 миллиметра. Так. Assemble, New Component. А пусть называется Крепежи. Надо было поставить активно. Так, раз. Все, что было здесь, мы перекидываем туда и отключаем видимость. Так, что у нас осталось? У нас осталась что-то такая красная пипка есть. Это получается какой вид. Да, ну вот так. То есть вот на этом виде. Да. Так, там небольшое скругление есть. И на этой крышке есть вот такой вот замечательный или не очень вырез. И он заканчивается вот с той стороны. Не знаю, да. Ну ладно. Так. Включу, значит, канал с мой, который меня немножко отвлекает. Так, delete. Так, delete. Зря. Клавиш F. Допустим, это один миллиметр, в принципе. Один. Так, клавиш F. Здесь тоже раскругления не хватает. Тройки. Так, да, в принципе, здесь тоже 0,5. Ну ладно. Здесь кругляшки 0,2. Пошел. Они, в принципе, уже потом на финальных этапах только-то всего и нужны. Так, по канвасам, что здесь? Должен быть еще один цилиндр. А, ну для этого мне нужно... Ладно. Да, верну все вот это. Так, клавиш P. Проект все вот это ерунды. Центра сюда. Галочка. Так. Так, ну пусть будет с этим джойном тогда, да. Хорошо. Ну вот, из-за того, что они в разных компонентах, они по-разному объединяются. Так, единственное, что я немножко не понял за вот этот вот вырез. Здесь вот... А, это выступ. Здесь плоскость. Это не вырез. Это плоскость и кнопочка выступает. Ну ладно. Так, значит, я возьму и сделаю примитив. Create box. На виде сверху. Как-то вот так вот все это размещу. Операции о new body только. Так, значит, здесь эту стенку одну удалю в рабочем пространстве surface. И вот так вот на выровняйся ты. Вот так вот все сюда вот как-то погружу. Так. Окей. Так. Ладно. Это можно... Немножко продлить. Так. Клоэш F. Так. Мне нужно скругление вот в этих местах. Мне нужны скругления вот в этих местах. Причем... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Здесь, здесь. И здесь, здесь. Стрелочку тянем. Ну, 3 мм в принципе будет хорошо. Поэтому делаем split body. Сразу здесь браузер выбираем. Окей. Включаем. И появился вот такой вот пазик, да? Который, возможно, стоит продлить дальше вперед. Где мой этот этап edit feature был? И я его здесь просто... Окей. О! Параметрика. Так, и два крепежных отверстия сверху только и все, да? Ну, ладно. Так. Наверное, что бы я сделал? Я бы кинул также сюда pipe. Ну, пусть будет 0,4 мм с ката. Так. Вот там клавиша P. Проекция всего единственного безобразия. Так, и здесь прям... Вот, да. Прямо вот по центру. Поэтому... Прямо-таки сюда можно прям бахнуть вот эти два. И окружности. Так, клавиша D. Пусть первая будет 2 и 2,5. Еще раз 2. И 2,5. Поэтому далее инструмент Extrude. Просто выберем и... Скажем так, минус... Полтора. Окей. Полтора много. Ну, минус 0,8. Допустим. Тут для красоты можно кинуть какой-нибудь чарфер небольшой. Типа 0,3. 0,3 слишком много. Ну, и допустим, еще один чарфер вот сюда вот. 0,1 сделать. Так. Клавиша F. 0,3. 0,2. 0,1. Здесь, короче, какие-то проблемы с присоединением геометрии. И есть какой-то... Чок. Какая-то проблемка. Ладно. В принципе, вот моделька получилась стабилизатором. Причем, на самом деле, вот благодаря... В принципе, можем наш барашка-то и дорисовать. Клавиша F. Вот этот цилиндр. Так, бабахим отсюда ось вверх. Нажимаем ОК. И вот так. И здесь, допустим, сделаем вот такую чашу. Скорее всего, 3-point-arc пусть будет. И вот сюда. Так, это продлить. Это с помощью инструмента. Ну, пусть будет опять-таки... Дуга по трем точкам. Вот так. Прекрасно. Показывает этот инструмент. Затремим все. Ну, и сразу... Скруглим. Так, Revolve. Выберем все это. И крутанием. Причем... Классно. Intercept, то есть, коллизий здесь у нас нет. Так, а на виде сверху нужно сделать... Сколько получается? 4. Вот такие вот насечки и... 1 шестигранник. Ну, конечно. Ладно. Так, найдем плоскую поверхность. И экструдируем ее вверх. Получилось, да? Да. Окей. Вот на ней создадим эскиз. Сделаем проекцию данного тела. Окей. Так, теперь у меня есть полигон. Как раз шестиугольник. Где-то вот это вот так вот. И... Там, по-моему, да. Просто окружностями бахнуто. Четырьмя. Так. Значит, линия вертикально вверх. И вот какая-то окружность. Вот она. Двигается. Ну, вот так, допустим. Если что, то это все подвину немножко. Так. Так. Ну, пусть будет вот так. Окей. Круговой массив. Это безобразие. Берем. Это по цилиндру ТИ четыре раза. Окей. Лайша F. Так. Один. Два. Так. Пусть будет 1,3. 1,3 я сказал. Окей. Так. И здесь 1,3. Прекрасно. Так. Единственное, что вот на этом эскизе я бы уменьшил это отверстие. Ну, конечно, скругление сюда потом можно накидать. 0,2. 0,5. Да, пусть будет так. Так. Чего еще не хватает? Чисто визуально. Ну, данный аккумулятор, он по сути является отдельным телом. Ну, вот он, где, вот, то, что мы видим здесь, это вот эта часть. Вот. Поэтому, наверное, стоит его отделить. Find in browser. И он действительно является у меня, или не является. Техия. Или не является. Так. Ладно. Во. Итого. Итого. Во. Как он там выглядит? Вот эта часть. Это все один аккумулятор. И тут есть маленький такой. Да, ладно. Наверное, отключу видимость вот этой штуки. Да вот нельзя отключать ее. Ладно. Здесь будет pipe. Через control выберу. Как он и не дает мне все выборы здесь. Так. Ну, ладно. Ну, ладно. Как он statistики. Там нет. Кто это просто вырос removed. súия. УрinetAllyt. Да, вот. Как он подается Вы не остануете начинать. Потому, конечно. Он выглядит подс Lakeshack. И он используется по обоимойEN. Ну да, ну да, ну да, ну да. Так, ладно. Все-таки эта часть принадлежит у нас вот этому корпусу. А вот это наш аккумулятор. Вот это скругление пошло. А вот это ребро, да. Ну нам, что нам нужно сделать? Присоединить просто прямоугольник, примитив какой-то. Так, ладно. Бокс. Привязка будет там какая-нибудь нет. Ну, допустим, была аж привязочка-то. О! Ну ладно, зеркально отобразим его чё. Будет нью-бадди. Окей. Так. Угу. Надо запроспулить его. Так, значительно сюда вглубь. Окей. Так. Нью-бадди с зеркально. Сюда. И пусть будет join. Ладно, пусть будет join. Так. Из control выберу. Элементы нажму pipe. Будет ток на половине. И один миллиметр. Так, ладно. Если появится нижняя. Так. Ну, это... Ну, это... Так, да, вот такие зеркальские вот. Зарезки есть. Так, 0.4. 0.4. Wipe. 0.4. Ну-ка. Вот это вот. Безобразие надо убрать. О! Уже получше. То есть визуально это смотрится как единое целое. Но вот наш аккумулятор, если его подвигать, скорее всего, он как-то должен с таким вот щелчком... Так. Я ещё не закомбайнил. Ещё не объединил. Так, получается, вот это включил. А вот это... Так, capture position. Вот это я объединил в один объект. Ну, в принципе, такие примитивы уже здесь набросаны. Пасочки можно накидывать, но это отдельная история. И, в принципе, так... Бадик. Я полагаю, вот так вот он как-то отстёгивается. И вот батарейка наша полетела. Так, причём батарейка полетела. Вот эти элементы всё-таки надо удалить. Так, по идее, через control, если всё выбрать и нажать delete... Нет, не хочется, поэтому... Будет грубая грубость. Так, extrude, capture position... Сейчас ещё два безобразия останется. В принципе, нет, всё получилось. Так, есть батарейка наша, да? Так, а фасочка... Фасочка слетела, да? Фасочка слетела, чем-то. Так, найду-ка я её... In window... In browser... Вяжи... Так, и здесь она... 0.1... Ну, кстати, 0.1 сюда подходит. 0.1... И что такое? По-моему, это и не нужно. Сделал remove. Вот и нужно. Так, визуально. Как будто бы они разделены. А здесь... Здесь, здесь, здесь... С батареечкой. Здесь тоже как будто бы была линия. И вот здесь должно быть визуально разъединено. Так, при этом... Вот тут и должно быть разъединение. То есть, chamfer должен идти здесь. Получается, потому что это отдельный элемент. Интересно, получится вообще. 0.1-то здесь. Так, ну вот так вот. Вот такой вот стабилизатор. Ладно, для чистоты эксперимента всё-таки... Не хочу делать эту ножку, конечно. В принципе, по-моему, ничего такого сложного нет. Точно такой же фиксатор. Точно такой же крепёж. Просто снизу. Один слот. Экструдируем. Снимаем фасочку. Два прямоугольника экструдируем. Скругление делаем. Получается, две такие внутренние. Два ушка. Делаем ещё два прямоугольника. В это направление вниз. Ещё скругляем. Делаем сквозное отверстие. Копируем верхний пин. И вставляем его сюда. Возможно, я в дальнейшем ещё продолжу. В следующем видео доработка. Там что-то там. Модельки. Но пока что я, наверное, на этом так остановлюсь пока. И, может быть, всё-таки в следующем видео продолжу. Но пока это не точно. Ну, возможно, накину сейчас ещё вот эту одну кнопочку. И здесь только. Так она получается вот по этим уголкам. Да, у нас ориентир. Крепёж отключили. Так, это будет маленький такой заключительный фрагмент по моделированию всего этого. То есть я это уже сделал в прошлых частях. Ну, для вас, конечно же, это будет один сплошной такой видеопоток. Для меня же это достаточно такие разнесённые по времени события. Поэтому, ладно. Чё тут, в принципе, не хватает мне. Вот, по-моему, на этом пятачке ещё какая-то красота должна быть. На внешнем, получается. То есть тот, который смотрит вниз. Туда конкретно. То есть логотип такой. И должно быть вот такое вот крепление. Тоже с таким вот, с такой крутилкой. С таким фиксатором. Так. И что получается? То есть у вас здесь необходимо будет какой-то там, ну, декоративную такую, скажем, сплитфейс такой сделать. И, кстати, когда я вставлял файл с грабкада, вот в данном компоненте я почему-то отключил крепёжные элементы. И там, оказывается, был всё-таки вот такой вот такая застёжка. И был ещё вот этот вот элемент. То есть я его замоделировал зря, но забыл бы, в принципе. Ну и ладно. Так. Хочу здесь фасочку сделать. Так. Единечка. Единечка много 0.5. Фасочка 0.5. Так. Не хочет. Не хочет фасочку 0.5. 0.2. А вот, скорее всего, чамфер, он сюда 0.5 сделает. Не сделает. 0.1. Ну, хрен с тобой. Возможно, стоит всё это конвертировать в какой-нибудь степ-файл, потом открыть ещё раз, и, возможно, оно позволит всё это делать. Ладно, короче. Я вытащил из этого компонента вот такую вот застёжку. Разместил её плюс-минус. А, вот таким образом. Единственное, что она была не очень правильно спозиционирована, поэтому... Так. Поэтому как? Что мы сделаем? Так. Construction, Midplane, Capture Position. Историю я не отключал. Так. И теперь сделаем... Что мы сделаем? Align. Всё. Align. Поверхность. Только не Bodies, наверное, компа... Abytes. Так. И Construction... А где же эта плоскость? Так. Выровнялся. Выровнялся вроде бы, да. Параллельно стал. Так. Ну, вроде бы, это действительно у меня такая центральная плоскость. А, кстати, кстати, где MyOriginM? Где MyOriginM? Даже есть MyCentralPlane. А, вон внутри там спрятался. Неудобненько. Так, если поэтому выравнивать... В принципе, в принципе, нормально. И эта поверхность наша. Вот мелкая. Так, длинный клик. Так, я выбрал, выделил. А, ладно, короче, будем считать, что всё хорошо. Так, и теперь расстояние 3,3, да, значит, полтора, 1,65, да. Сдвину всё это на 1,65. Что-то мне вот это вот... Не очень радует. Так, ладно. Так, если бадис. Так, подвину его. И align плоскость вот сюда. Окей. Так, ну, теперь вроде похоже на правду, да. И, значит, 1,65 надо всё это подвинуть. Сюда, 1,65. Минус, что ли? Вроде правильно всё размещается. Окей. Так. Вот, вроде всё по центру. Так, и в этом направлении сделаю align на этой поверхности вот к этой. Окей. Ну, потому что просто изначально он был как-то очень криво спозиционирован. Так, куда ты улетел, дорогой мой? Так. Ну, что поверхность аккуратно убирать. Вот. И теперь на виде сбоку могу включить наш канвас. Ну, и как-то вот так всё это по центру пытаться уже размещать. Окей. Хорошо, ладно. Так, а что мне тут теперь ещё понадобится? Так, вот на этом. Position опять. Так, сделаю slice. Клавиша P английская. Окей. C cycle. Значит, надо сюда сделать окружность. окружинку такую. Даже сделал её поменьше, чтобы она не касалась всего вот этого вот изобразия. Solid. Extrude. Так. Только cancel. И finish catch. Чтобы наш разрез убрался. Да. Extrude. Так. Сюда его проэкструдируем. То есть 2,8 миллиметра. Новое тело. Так. Ага. Так. Ctrl Z. Ctrl Z. Так. Редактируем эскиз. И что я тут забыл сделать? Так. По-любому такая линия. И как-то вот так вот. Значит. Tangents. Касательность. С помощью трима обрежу лишнее, чтобы не перегружало эскиз. Хотя это абсолютно неважно в данном случае. Так. Угол здесь спозиционируем. Но, опять-таки, я говорил, будет всё это происходить на глаз. Так. Здесь с небольшим нахлёстом. Здесь всё это получается сделаем. Finish sketch. И вот теперь Extrude применим. Получается вот этим вот по частям и вот до вот этой поверхности. Акспирация NewBody. Так. Ну-ка посмотрим. Так. Почему он не включал? А! Он не включал Cut, потому что здесь идёт пересечение. Так. Соответственно, теперь вот эту штуку я могу сделать MoveInCopy, CreateCopy и переместить по-моему на 3.3 минус 3.3 умножить на 2. Дай лад. Не важно. Делалайна. Вот так. Окей. Так. Теперь мне нужна вот эта вот штучка сверху получается. Поэтому я просто здесь создам эскиз. Поправлю. Клавиша F проект этих частей. Хотя здесь по-моему надо их побольше. Из-за этого разреза. Как раз. Так. Он идёт как раз до этого разреза. Хорошо. Так. Что у нас здесь на наших ссылочках? Здесь идёт прямо полноценный слот. такой. Да. Поэтому вернём всё это. Так. Мне необходим центр line. Такой вот значит horizontal vertical бахну сюда. Так. Sketch разговор. Как оно всё выравнивалось? Почему оно не по центру? Хотя вот так вроде бы всё. Ладно. Здесь особенность отображения. Разрезы линии более жирные. Какие-то нет. Поэтому мне кажется визуально оно как будто бы со смещением выражается. Теперь же я сделал проекцию данной плоскости. проэкструдирую её вниз. Horizontal vertical кином. И действительно она не совпадает вот с этой вот с этим поинтом почему-то. Не знаю. Ладно. Теперь найду здесь получается что мне интересен слот. Значит раз два и вот радиус. Сюда его сдвину сюда и буду играть вот этим размером. Главное не снэпить ничего здесь. нет только не в центр. Пусть будет покороче. поверну всё это на вид сбоку. Так где мой канвас? А скорее всего из-за слайса сюда. Ну да здесь он вровень идёт. Сейчас вот он идёт вровень но на самом деле с небольшим отступом как я понял. поэтому можно наверно немножко сдвинуть вперёд что ли. Вот ты не ты или не ты но появилась какая-то привязка здесь да слайс так пожалуй не буду идти по этом пути сделаю так control z control z delete удалю такое ощущение что я тут немножко напортачил а да действительно как это было я здесь сделал прямоугольник по-моему сделал операцию revolve здесь тоже операцию revolve обрезал их пополам и сделал лофтом поэтому в принципе здесь как мне кажется могла закраться ошибка потому что я этот размер абсолютно не контролировал то есть вот этот цилиндр возможно давайте проверим значит диаметр 42198 а здесь 42198 кстати так что все вроде бы нормально ладно и вот это offset в случае вот это безобразие на минус полтора пусть будет да так сделаю где мой слайс вот он так измерю вот эту окружность получается 16 в принципе что там сделаю окружность по трем точкам да и все раз два плохо инструмент применился си так сложность по трем точкам раз два и вот третье теперь с помощью перерации так почему она вот всегда так вроде строится по трем точкам надо было по трем касательным делать поэтому вот так все это лишнее обрезаем это скорее всего тоже не понадобится так и вот теперь вот это уже можно безобразие немножко экструдировать допустим на 2 миллиметра пока что не в баде окей просто не хочу перекликать в принципе 2 миллиметра нормально даже сделаю распулом еще на 3 чтобы было да окей потом начать с помощью чайфера бахнуть такую фасочку на миллиметр пусть будет так что получается что в принципе на самом-то деле более-менее все хорошо так я в этот раз буду лениться и как я говорил в этом компоненте были другие компоненты которые я почему-то проигнорировал то есть вот допустим наш компонент да и здесь соответственно надо мне понять что я отключил какой компонент компонент с креплением latch может быть нет hero и не ты да вроде бы она как раз так бадисы раскрыли так ну это чистая застежка здесь получается а еще да вот эта шайба есть я ее просто возьму и перемещу потому что внутри она там где только ctrl-c ctrl-v копировать и переставлять ну вот опять-таки под углом почему-то пошла ладно сейчас мы это все выровняем и будет нормально так окей да так давай align ловим плоскость раз плоскость два выровнялась так еще наверное два align придется сделать это выравниваем сюда окей и line выравниваем вот сюда неправильно нужно окружности ловить так через control поймают окружность и через control поймаю вот эту окружность окей куда-то прилетел расскажи мне мой товарищ так не понял вообще ничего не понял почему ты себя так очень странно ведешь так давай цилиндр цилиндр окей почему ты все еще там вообще не пойму если компонент поставить нажать окей нет так edit feature body стоит все правильно теперь сработал не понимаю мистика была какая-то так ладно здесь можно это все конечно а что здесь с этой осью вообще то есть он вроде в осях set pivot ладно что-то тут с pivot не так и с pivot правильно так цилиндр вот так сделаем вообще ерунда ерунда так что происходит то компонент вращать что-ли остается ох какой глюк интересный ословил хе-хе-хе такого раньше не было если поменять на бадике так а если вот да посыпался фьюжен что-то короче с этим компонентом который я вставлял я просто возьму удалю не буду заниматься ерундой клавиш так английский расклад клавиш все безобразие значит offset сделаем offset на минус 0.3 потом с помощью line соединю отрезок струт так как у меня важен только визуал поэтому я это все так допустим 4.5 да пусть будет мюбади и здесь создам еще один из клавиш pm так line нарисую c cycle и с центра вот такую клямбу e extrude так проэкструдируем где-то вот так вот пусть будет join клавиш f так поиграем со скруглением ок выберу эту пипку нажму delete нет плохой вариант пусть будет так в принципе вот моя шайбочка да которая крепежная можно кажется фильтров накидать но это вообще отдельный сценарий и есть еще вот такая вот детальюшка почему он улетел сюда вообще понять не могу так ладно в файн-браузер есть такое так это ты или не ты что-то делаешь в компонентах вообще а вот это вот она здесь хорошо то есть мне нужно скопировать ее сейчас ctrl-c ctrl-v так и вот правильно все это сейчас повернем на 90 градусов ок и здесь наверное line уже тоже нормально срабатывает потому что ну потому что как бы периодически такое происходит потому что нужно переключать на тела не знаю вообще не люблю это выравнивание настройка бадис компонент всегда путаю всегда переключаю всегда получается какая-то ерундовина так еще по-моему тут где тут компонент сейчас найдем его так тут по-моему ну тут хоть один туда просто скрою его да и все так здесь по-моему не хватает еще какого-нибудь болтика с резьбой но я по-моему его наблюдал вот он так верну видимость вот этого элемента убрали лишнее это застежка вот он конечно побольше будет но ладно будет Ctrl-C Ctrl-V так и шпилька хватит ли тебе в принципе на самом деле деталь стандартная я понимаю поэтому так 90 как я полагаю здесь он должен более-менее нормально размещаться поэтому опять-таки сделаю Align значит Cylinder по центру вот этой вот фигни окей а почему 2 сейчас было задвоилось вообще не понимаю что-то Fusion периодически на последнее время странно себя ведет допустим ладно центр пусть будет вот так окей и он полетел туда на самом деле очень хочет отключить историю опять включить ее возможно так а если компонент опасно включать ладно пусть попробуем компонент окей ну вот компонент сработал получается это была проблема компонента потому что скорее всего пластинок координату компонента была система координат тела хотя тело содержится а компонент расположен короче ладно у этого тела есть координаты в компоненте а у компонента есть координаты в корневом компоненте поэтому просто я эту фигню что это было за стрелочка такая странная кстати ух ты такого раньше не было прикольно они модифицировали походу инструмент move и он ловит цилиндрические объекты походу вот из-за этого правда вот эта херня возникает походу очень странно так вот есть цилиндрические так вот цилиндр может быть это баг я не знаю но где моя стрелка да так компонент ладно допустим эту картинку я здесь оставлю но на самом деле проще не использовать эти компоненты дурацкие включить их да оставить так в принципе это уже визуально как-то похоже так канвас отключу так единственное что по-моему я не сделал так позицию мне нужно закомбайнить вот эти объекты чтобы ребра появились вот появились здесь ребра здесь в принципе это можно не комбайнить оставить как есть визуально все нормально да и потом как-то материала будет проще на это наносить так здесь же по-моему там еще какой-то плитфейс я хотел сделать ну окружность какими-то двумя такими секциями что ли ладно сделаем так эскиз на этой поверхности slice pproject окей поймали значит нашу окружность как-то вот так сделали вторую окруженку поймали и теперь чем-нибудь там раз два линии и крест-накрест так тьем через центр сюда так параллельность делаем сюда на них так из что-то все лишнее подрезаем слишком сильно лишнее а что здесь визуальные составляющие здесь наблекнет у меня очень странное обновление а здесь две линии должно быть две линии вот я два раза удаляю здесь получается вот так аккуратно все это удалил так финиш скетч сделаю сплит фейс фейсы выберу так ну ладно буду по частям делать так сплит фейс выбрал эскиз вернуть сплит фейс опять вот этим подрежем так сплит фейс это колечко теперь выбираю и вот этим сплит фейс теперь вот это и вот это видимо и вот этой штуки окей включил ну в принципе да вот все так там оно как-то сопровождалось углублением да вот здесь вот а тут еще были фасочки скругляшки ну ладно я тоже делать не буду или буду так ну в принципе здесь правильно они через центр проходят здесь явно нужно пайп накинуть по этой части так ладно ладно сплит фэйс наши во первых было до 2 так рано 1 отменить так delete все это и теперь вернусь скетч slice в принципе да вот эти части тоже не нужны а вот fillet можно здесь воспользоваться 1 ну на самом деле не так плохо 1 так так книжки так а что здесь опять произошло так понятно страдает из-за тел то что визибилити 100% здесь получается так сплит фэйс к сожалению по одному можно ну ладно так окей отключили так только не свипа пайп выберу так пайп значит square через control попробую если сначала выбрать через control все это безобразие и потом применить пайп то он срабатывает вот такая странная ерунда так единичка пусть будет 0,6 так 0,7 нет distance distance 1 здесь 0,6 так ладно тогда нужно сделать видеть фидж уникат а не в базе окей и теперь интересно сюда по моему скруглением тогда на этот элемент скругляшка по моему не ложится единичка да так а если чапфер уже единичку а вот чапфер уже ложится лучше прекрасно пусть он здесь и будет так ладно пусть будет так визуально я всего лишь возьму вот это все и на 0,3 миллиметра допустим подниму наверх визуально отделю а здесь наверное лучше сделать через второй эскиз вот этот же самый 8 скетч через offset этой окружности там например на 0,4 окей finish скетч так ничего не поломал эскиз вроде нет поэтому выберу сделаю минус 0,4 тоже нажму окей отключу эскиз ну и в принципе как-то все это более-менее похоже да и в принципе и скетч здесь надо то же самое сделать вот это на минус 0,4 cancel так через control выберу выберу инструмент offset блин очень странно работает через control и заранее выбрать он применит а если через так тут чайник слетел у меня ладно finish sketch так вот это профиль на минус 0,4 окей так sketch отключу здесь такой вырез появился здесь тоже в принципе издалека смотрится более-менее нормально ребра появились ну то есть стало поинтереснее пасочку 0,3 сделаю пусть будет так так вот так это все выглядит action камера в принципе работа с материалами и дальнейшая судьба всего этого это вообще отдельный сценарий отдельная история я полагаю потому что нужно будет делать инвертацию в mesh работать сеточкой делать развертку текстуры накладывать ну короче вообще это отдельная история но в принципе вот так получилось все это замоделить где-то какие-то моменты я тупил сильно достаточно где-то получалось что-то быстро сразу но в принципе результат был достигнут соответственно сжульничал как бы использовал этот стандартный элемент потому что я нашел модель просто в сети и с этим было гораздо проще работать потому что на самом деле действительно если замоделировать вот такой вот корпус да еще видите там пружины есть то есть именно с осознанием того что он будет открываться закрываться то на самом деле просто понимание работы этого механизма его кинематики это достаточно уже сложная задача то есть здесь кнопки защелки пружины то есть в принципе проектирование самого корпуса вот эта камера заняло бы значительное время конечно лучше иметь перед глазами так вот нашел косяк здесь я делал где-то экструд не очень хороший глидом просто все это выберу и уберу проверять цветную интерференцию не буду наверняка что-то где-то косячно здесь расположилось но в целом в целом более-менее так где-то наши картиночки так что-то значит тут одна кнопочка была спереди сзади ее нет надписи ничего с ними делать не буду такие текстуры скорее наложены здесь так все прозрачное ну в целом в целом наверное какие-то основные части здесь сделаны лишнюю болтовню я подрежу какие-то там фрагменты которые можно удалить я тоже уберу и в принципе наверное в финале можно будет оценить ну среднюю продолжительность которую можно затратить на моделирование такого объекта причем здесь до сих пор есть фрагменты на которые не ложатся скругления тут по-моему 0.2 все это единичка вот в этих местах они по-моему получилось их делать единичка а вот уже по-моему вот в этих 0.2 0.1 вот здесь фильтры уже не очень так прижились а если заранее все это выбрать просто хочу протестировать чтобы вы тоже посмотрели 0.1 единичка а вот это кстати интересный момент значит клавиша F выберу все вот эти элементы допустим и попробую применить ага а здесь уже не хочет так 0.2 тоже не хочет ну и хрен с тобой так с этим можно конечно работать можно отделить вот этот элемент от них отдельно скруглить вот это все потом закомбайнить ну короче варианты получить такой результат есть единственное что я еще сравниваю скорее всего здесь у меня так 41.923 а здесь 41.923 ну значит расстояние здесь одинаковое то есть по ширине от этого ребра вот до вот этой ладно в принципе все на этом буду заканчивать возможно получится так вот опять какая-то гадость вылезла опять этот компонент компонент этот выглядит не люблю это все компонентами конечно работать чужими не люблю очень здесь все неудобно на мой взгляд короче мне неудобно работать с компонентами это моя фишка мне нравится когда все вот так здесь шух слева и я вообще ненавижу компоненты которые имеют 3 или 4 уровня вложений и что-то то есть не понимая скажем так не пос нужно самоустроить эту модель и помнить скажем так о какой группе компонентов принадлежит например вот объектив или там кнопки или еще что-то а так тыкать это все занимает достаточно много времени так ладно все я действительно буду заканчивать будет финальный монтаж там посмотрим уже время общее моделирование всего этого ладно буду закругляться достаточно поздно всем спасибо за внимание обязательно комментируйте ставьте лайк и оставляйте комментарии в конце если вы досмотрели до конца вам вообще гранд респект ну и комментируйте вообще как бы какие еще интересные объекты можно было бы замоделировать планируется еще обсуждение с товарищем данного видеоролика но это будет уже наверное другая история так теперь точно отбой все до новых встреч до новых встреч субтитры субтитры